Киев науськивает свою армию Убамискаля. Армии и войны. Военное обозрение 27 августа 17.30. Киев науськивает свою армию Убамискаля. В современном пантеоне героев Украины места Кавпака и маршала Рыбалка заняли кость Блокитной и Лыцарь и Атамана Тютюнника. Сергей Ищенко. Комментарии в просмотров 3662. Фото. AP slash DAS. На днях президент Владимир Зеленский указами номер вопросительный знак 618-2019, номер вопросительный знак 619-2019 и номер вопросительный знак 620-2019 присвоил почетные наименования сразу восьми воинским частям. Четырем в Вооруженных силах Украины, двум в Национальной гвардии и двум по пограничному ведомству. Так, отныне 28-я отдельная механизированная бригада в СУ, дислоцированная в Одесской области, стала именем Рыцаря Зимнего Похода. 92-я механизированная, Харьковская область, нанесет на свое боевое знамя фамилию Кашевого атамана Запорожской сечи Ивана Серка, казацкий псевдоним, означающий «Волк», соратника Богдана Хмельницкого, отказавшегося присягать Москве. 17-й отдельной танковой бригаде отныне велено особенно гордиться причастностью к деяниям некого Константина Пейстушка, успешно воевавшего в гражданскую войну и с белыми, и с красными, и с махновцами. Впрочем, в современной украинской исторической литературе этот весьма характерный для Украины тех времен персонаж больше известен как Кость Блокытный. А 105-й полк пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины получил имя князя Владимир Великого. И это не конец длинного списка. Если попробовать обобщить перед нами четвертая волна массовых переименований украинских силовых структур различной ведомственной принадлежности. Процесс стартовал в 2015 году, приканывшим в политическую литу Петре Порошенко. Тогда бывший президент для начала лишил все без исключения своей отдельной бригады, полки и батальоны боевых наград и почетных наименований советского времени. Новый девиз Зеленского «Айнфальк», «Айнрайх», «Айнфюреркурс» нынешнего президента Украины не оставляет шансов Донбассу жить так, как он хочет. Скажем, уже упомянутая 28-я отдельная мехбригада в СУ, ведущая свою родословную от одной из самых прославленных советских гвардейских дивизий, осталась без двух заслуженных на фронтах Великой Отечественной Орденов Красного Знамени. А тоже угодившей в нынешний список Зеленского 92-й отдельной мехбригаде еще четыре года назад велено было напрочь забыть, что ее родословная идет от 48-й стрелковой орденов Октябрьской революции Краснознаменной Ропшинской дивизии имени Калинина. Список обещащенных таким образом Кевом в 2015-м самых заслуженных воинских частей подразделений занял в указе Порошенко не одну страницу. Но было понятно, что это только начало. На смену советской воинской идентичности в новообразованная вестька должна прийти, по замыслу Киева, идентичность сугубо украинская. Но где ее взять, если сроки самостоятельности государства Украина в истории до распада СССР исчислялись всего двумя с половиной кровавыми годами, с января 1918 по лето 1920 года? Когда то вместе, то врозь здешней территории пытались управлять всякий УНР, Украинская Народная Республика, и ЗУНР, Западно-Украинская Народная Республика, при деятельном участии сначала Кайзеровской Германии и Австро-Венгрии, на несколько месяцев оккупировавших даже Киев, а потом и войск-контанты, вошедших в Одессу, а также нескольких полубандитских квази-государств, размером с волость каждая, типа Республики Холодный Яр, которую местные атаманы в 1919 году провозгласили в лесном урочище Чигиринского уезда Киевской губернии. И которая, между прочим, усилиями чекистов и Красной Армии канула в небытие только в 1922 году. Современные украинские историки полагают, что большинство повстанцев на Украине тогда брались за оружие по политическим мотивам. Всего, считают они, к весне 1921 года по обе стороны Днепра гуляли обычные банды и армии общей численностью порядка 40 вопросительный знак 000 штыков и сабель. По сведениям тех же источников, не менее 25 тысяч из них, в основном на правобережье, объединялись в отряды под лозунгами самостийности. Но даже если это так, как сегодня отделить идейных головорезов времен гражданской войны от обычных бандюганов, а если не отделять как на примерах многолетней свадьбы в Малиновке воспитывать нынешний личный состав СУ, национальной гвардии и пограничников. Словом, нелегкий ВОЗ взвалили на себя те, кто в Киеве решил ударно перекроить сложившийся с советских времен пантеон украинских героев. Кто они, эти теперешние скромные труженики военно-политической работы на самостийный лад? Помимо, конечно, широко известного не только в своей стране страстного поклонника бандеры и уроженца Львова главы Украинского института национальной памяти Владимира Ветровича. Судя по всему, Ветрович в этом деле задает лишь общий вектор идеологического развития. А непосредственно указы президентов по регулярным переименованиям в силовых структурах готовят волонтерская группа при Министерстве обороны Украины в составе историка Василия Павлова, художника-герольдиста Алексея Руденко и тележурналиста Виталия Гайдукевича. Без Москвы Зеленский Украину не поднимет незалежность, стоит бояться не пресловутой российской агрессии, а кое-чего другого. Соответственно и производит Гайдукевич и компания тщательную селекцию многовековых военных событий на территории Украины. Если проанализировать все четыре президентских указа на эту тему, подписанных Порошенко и Зеленским с 2015 года, становится очевидным, на воинские знамена там поднимают либо полководцев времен Киевской Руси и Запорожской Сечи, либо тех, кто в Гражданскую войну рубился с москалями. Неважно, денекинцами они были или котовцами. Среди множества переименований, произведенных Киевом с 2015 года, в строевых частях в Сумне удалось обнаружить лишь одно, хоть как-то связанное с Великой Отечественной войной, в которой погибли 1 миллион 377 тысяч советских солдат и офицеров украинской национальности, а 2089 стали героями Советского Союза. В 2010 году, когда до Майдана было далеко, а Порошенко еще не дотянулся до Гетманской булавы, 55-я отдельная артиллерийская бригада в СУ получила почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Василия Петрова. Не уверен, что все и в России, и тем более. На Украине знают, о каком легендарном человеке речь. Родившийся в крестьянской семье в Запорожской области Василий Степанович Петров в 1941 году окончил Сумское артиллерийское училище. Войну встретил на самой границе во Владимире-Волынском, в 92-м отдельном артиллерийском противотанковом дивизионе. 1 октября 1943 года при форсировании Днепра в бою с немецкими танками на Букринском плацдарме потерял обе руки. Далее случилось абсолютно невероятное. Сказа о присвоении раненому противотанкисту звания Героя Советского Союза внимательно прочел, а потом и подписал Иосиф Сталин. Ему же доложили и единственное желание капитана Петрова поскорее вернуться на фронт. Резолюция была положительной. Мало того, Сталин приказал нечто вроде «из армии не увольнять». «Пусть служит, сколько захочет и сколько сможет». На самолете тяжелораненого доставили в Московский институт ортопедии и протезирования. Врачи сделали, что могли. Но новые руки Петрову пришить, естественно, они не смогли. На фронт Василий Степанович весной 1945 года вернулся с двумя протезами командиром 248-го истребительно-противотанкового артполка. За бой на Одере получил вторую звезду Героя Советского Союза. Далее кадровые чудеса продолжились. Культ личности Сталина был давно разоблачен, но его указания пожизненно оставить Петрова в строю никто отменить не посмел. Ни в Советской Армии, ни после 1991 года в Вооруженных Силах Украины. В них он до самой смерти в 2003 году служил заместителем командующего ракетными войсками и артиллерией главного командования сухопутных войск. Понятно, что мотаться по гарнизонам силы тогда уже генерал-лейтенанта Петрова не было. С помощью специально изготовленного протеза, похожего на крючок, писал фронтовые мемуары. За пару лет до смерти его постиг тяжкий удар. Предоставленное генералом помещение в элитной пущеводице под Киевом, в котором хранились его с таким трудом на корябанной рукописи, приглянулось первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Россия тайно помогает Украине громить Донбасс без бесперебойных поставок комплектующих из страны агрессора. Киев давно воевал бы копьями и стрелами. В 2010 году, когда Киев был еще другим и слово советский там не было ругательным, именем генерала Петрова президент Виктор Януковича приказал назвать ту самую 55-ю отдельную артиллерийскую Будапештскую орденов Красного Знамени, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригаду, дислоцированную в Запорожье. Но Майдан круто изменил это. При Порошенко какая Будапештская? Каких орденов Хмельницкого и Невского? Тем более какого ордена Красного Знамени? В 2015 году было приказано впредь сделать название существенно короче 55-я отдельная артиллерийская бригада имени генерала Петрова. Бездважды и Героя Советского Союза. Но все же. Но уже к январю 2018 года в Киеве опомнились, какой еще генерал Петров. Он же воевал за Майскалей и отмечен лично Сталином. Убрать. Мало того. Взамен имени человека легенды на знамени украинских артиллеристов отныне по-киевски политкорректно написано имени Запорожской Сечи. Таким образом, последний след Великой Отечественной войны в современном воинском пантеоне героев Украины успешно вытоптали. А что оставили? Почти одних клиентов ЧК времен гражданской. 93-я мигбригада имени Холодного Яра. Той самой бандитской республики в Чигиринском уезде. В Одессе отныне вот появились наследники рыцаря зимнего похода. Вы знаете, что это за рыцари? И что за поход? На самом деле, зимних походов в истории Украины числится два. Русские снайперы – это детский сад. Их можно перебить. Как куропаток сверждальная меткая стрельба скоро станет нормой для армии США, а у нас по-прежнему применяют СВД. Зимой 1919 года они в Варшаве пригрели зиму на Петлюру, главу разгромленной юнор. В Варшаве и было заключено перемирие с Петлюрой и разработан план первого зимнего похода остатков его частей по тылам Красных и Деникинцев. Этим крупным партизанским рейдом командовал бывший офицер царской армии Михаил Амельянович Павленько. 21 января 1920 года в поход в направлении Киева двинули 4319 человек, 2100 штыков и сабель, 81 пулемет, 12 орудий. С боями по дезорганизованным тылам Красной армии Петлюровцы прошли почти 2,5 тысячи километров через современную Житомирскую, Николаевскую, Одесскую, Черкасскую и Кировоградские области. Дошли почти до Киева. Но Москве показалось, что это уже слишком. Красные части на Украине были резко усилены. И Петлюровцев к маю 1920 года загнали обратно в Польшу. Где их интернировали в концентрационных лагерях, а в действительности постарались сохранить для нового рейда по тылам Советов. В октябре 1921 года план второго зимнего похода был готов. Из польских лагерей выпустили всех соратников Петлюры, кто готов был драться. Таковых набрали около тысячи. Для конспирации устроили почти цирковое представление с будто бы нападением бывших Петлюровцев на польский воинский эшелон. Так у участников второго зимнего похода появилось оружие. 25 октября 1921 года, по случаю начала похода, Петлюра послал генерал Харун Джейму армию Украинской Народной Республики Юрию Тютюннику полное пафоса письмо. Генерал! Провожая вас, повстанческо-партизанский штаб, старшины казаков на большое дело освобождения родины нашей от московского врага, от чистого сердца хочу пожелать успехов в той тяжелой борьбе, которую придется осуществить в Украине. Шойгу поможет Абхазии закишмарить Грузию, Москва и Сухум решают, чем остановить Тбилиси в случае агрессии. Поначалу зимние походники снова шли по тылам красных как нож по маслу. Расчет строился на то, что возмущенные начавшиеся продразверсткой украинские крестьяне массово поддержат вторжение. Однако этого не случилось. В одном из современных исторических исследований, посвященных тем событиям и массово выходящих в Киеве, с нескрываемым сожалению сказано, в каждом селе участники рейда собирали крестьян, призывая их к восстанию. Население давало продовольствие, фураж, коней, в некоторых селах к отрядам присоединялись юноши, но ожидаемой всенародной поддержки не было. Тем не менее, в тот раз петлюровцы добрались аж до коростения. Но фактическое окончание гражданской войны позволило Красной Армии бросить против участников рейда лучшие войска во главе с Михаилом Фрунзи, Григорием Котовским и Василием Блюхером. 17 ноября под селом Малые Меньки на Волыне группа Тютюнника попала в окружение. В отчаянном бою свыше 40 его починенных погибли, более 500 попали в плен. Лишь штабной группе с частью раненых, общим количеством до 100 человек, удалось оторваться от преследования. Уже 20 ноября 1921 года уцелевшие рыцари зимнего похода умчались обратно в Польшу. Чем тут особо гордиться нынешним военным Украины? В особенности их 28-й отдельно механизированной бригаде? Неизвестно. Но на разрешенном к употреблению сегодняшнем украинском военно-историческом безрыбье из ослевших гробов Киев, уверен, вынужденно скоро поднимет на свои знамена еще и не такие кровавые тени. Лишь бы при жизни они прикончили хотя бы одного мэскаля. Все остальное неважно. Военное обозрение. Шойгу поможет Абхазии закишмарить Грузию. Военные новости. В Турции анонсировали поставку второй партии С-400. Продолжение следует...